Добрый день еще раз всем, кто здесь присутствует. Добрый день, господин председатель правительства Республики Сербия, господин Александр Бучич, господин Бучер, уважаемые участники нашего пленарного заседания, гости форума, дамы и господа, ну, прежде всего, позвольте мне от лица нашего правительства поприветствовать вас в Москве на уже четвертом форуме международной инновации. Он проходит в хорошем месте, о котором сказал мэр Москвы. Действительно, здесь проходили разные интересные мероприятия последние десятилетия, сейчас мы его возрождаем, надеюсь, что оно будет использоваться и для таких интересных мероприятий, как форум. Мы сейчас все прослушали весьма любопытные выступления, ну, так, немножко страху нагнали, я периодически ловил себе на мысли о том, вообще хорошо ли, что мы занимаемся инновациями, потому что количество рисков, количество угроз, оно-то умножалось от выступления к выступлению, но, с другой стороны, есть повод и для оптимизма. Очевидно, что все равно прогресс не остановить, и первая, и вторая, и третья индустриальные революции, они произошли, будет и четвертая, по всей вероятности, неизвестно, увидим ли мы ее, но очевидно, что все будет развиваться, изменения будут накапливаться, мы все время будем ставить перед собой те вопросы, о которых мои коллеги говорили, что делать в этой ситуации, заниматься ли таким активным внедрением этих инноваций или предоставить просто экономике плыть по течению, вмешиваться ли в эти процессы государству или отдать все на откуп частному бизнесу, как выстроить модель работы, значит, как заниматься охраной этих изобретений, ну, в том числе и патентованием, о которых здесь говорилось, я так вкратце замечу, что, на мой взгляд, патентование – это не только государственная задача, но и задача частного бизнеса. Все, о чем здесь говорилось, безусловно, актуально и интересно. Еще раз хочу поблагодарить спикеров за интересное выступление. Но по понятным причинам решение всех этих проблем, оно будет растянутым во времени, но, с другой стороны, с учетом того, в какую эпоху мы живем, эти решения, и с этим я не могу не согласиться, должны иметь глобальное звучание, иметь глобальный характер. Можно построить самую лучшую систему, принять идеальные национальные законы, но система не будет работать, потому что она будет натыкаться на глобальный характер коммуникации, на глобальный характер изменений, который происходит во всех отраслях знаний, во всех отраслях промышленности. Поэтому, вот как всем этим заниматься? Это действительно задача для всех национальных правительств. Поэтому, кстати сказать, на всех форумах «Открытые инновации» у нас были почетные гости, это главы правительств разных стран. Сегодня это наши друзья из Сербии и председатель правительства Республики Сербия. Еще раз хотел бы поблагодарить за совместное участие в этой сессии. Что говорить о России? В России, очевидно, изменения происходят и происходят так же быстро, во многом, как и в других государствах. Меня радует то, что бизнес-среда в России, она все-таки становится более предсказуемой. У нас появляются возможности вкладывать в инфраструктуру, создавать более комфортную среду для инноваций, реализовывать такие проекты, как «Сколково», заниматься венчурным инвестированием. Я, правда, не совсем согласен с тем, что здесь звучало, в том числе от моих товарищей. Я не уверен, что таких проектов, например, как «Сколково», должны быть десятки. Почему? Ровно потому, что государство не должно вкладывать во все проекты. Государство должно просто показать пример, как это можно делать, сконцентрировать какой-то ресурс. Но, по-хорошему, вот такие точки роста должны создаваться прежде всего за счет усилий бизнеса, при поддержке государства в виде инфраструктурных решений. Но очевидно, что во всех технопарках, во всех современных инновационных системах государства не только сидеть не обязаны. Оно просто там вредно, оно будет сковывать развитие. Но об этом мы еще можем поспорить. Тем не менее, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, несмотря на издержки, о которых мои коллеги говорили, этот курс будет продолжен на поддержку инновационного роста нашей экономики. И это действительно уже государственная задача. Я об этом неоднократно говорил и еще раз хотел бы повторить. Никакой альтернативы такому развитию не существует. В том числе даже в стране, у которой колоссальные энергетические запасы, в такой стране, как Россия, все равно нет никакой альтернативы инновационному развитию. Главное, чтобы мы успевали, чтобы мы могли встроиться в глобальный технологический мир и занять на нем достойное место. Мир, как нам только что показали на этих презентациях, переживает технологический бум. Некоторые говорят о технологической революции. Можно и этот термин использовать. Но изменения происходят зачастую, если говорить о технологиях, неожиданно и стремительно. Если говорить о социальных революциях, у них всегда есть предпосылки, которым нас учили в школах, в университетах. Накопление всякого рода противоречий, потом выход этих противоречий в виде революционных социальных изменений. В технологическом мире не совсем так. Может выстрелить в таком месте, в котором никто и не ожидает, что это случится. Потому что все эти процессы могут быть скрыты. Или это какое-то открытие, озарение, в результате которого произойдет что-то совершенно особенное. Но поэтому мы не можем к ним полностью подготовиться. Предсказать, что будет трендом через 10-20 лет, это нелегкая задача даже для футурологов и киносценаристов, не говоря уже о политиках. Посмотрите, какое количество прогнозов сбылось, какое не сбылось. Правовое регулирование тем более не поспевает за этими изменениями. Еще 25 лет назад в России персональные компьютеры и сотовые телефоны, как и в других странах, были в диковинку. Что будет завтра, мы приблизительно себе представляем, но не уверены, что даже то, о чем сейчас говорит, будет мейнстримом, по которому будет происходить развитие. Тем не менее, все говорят о беспилотном транспорте, о энергонулевых домах, о мире робототехники, о гаджетах, которыми сегодня пользуются практически все, автоматизированных средствах. Говорят и об этике по целому ряду вопросов. Вот была сейчас блестящая презентация, включая самые разные проблемы, например, сбора персональных данных в сети, обеспечения кибербезопасности. Вопросов гораздо больше, чем ответов, но, наверное, так и должно быть. Я хотел бы также сформулировать несколько связанных с этим тенденций, которые, на мой взгляд, важны с точки зрения, подчеркиваю, интересов государств и правительств. Первое, о чем хочу сказать, это реструктуризация рынка труда и возрастание креативной составляющей труда. Если автоматизация робототехника, системы искусственного интеллекта будут вытеснять низкоквалифицированный труд, то на первое место выйдет то, что отличает как раз человека от робота или от друга, как нам только что здесь сказали, возможность воображать и творить. Это относится не только к инженерам и программистам, но и ко всем творческим профессиям. При этом исключительные права человека на изобретение и разработки, на творческие результаты должны быть гарантированы правовыми решениями, включая, кстати, наднациональные правовые решения. Пока в этом смысле человечество не продвинулось, я об этом говорил неоднократно на различных площадках, пока, как-то, мне кажется, эта проблема не очень волнует руководителей государств и правительств в других странах. А мне кажется, мне казалось бы, что на это уже пора обратить внимание. Второе, о чём хотел бы сказать, это, конечно, приход в новую жизнь тех поколений, которые уже буквально рождены в цифровом мире. И, конечно, они привыкли общаться в социальных сетях, привыкли использовать цифровые технологии. Более того, они зачастую проводят в интернете значительную часть времени, большую часть времени. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, в этом есть и известные серьёзные издержки, но так есть, и мы с этим должны считаться. Поэтому и огромное количество товаров и услуг приобретается таким путём. Понятно, что мы должны всё это учитывать в своей государственной практике. Современные коммуникационные платформы помогают по-новому организовывать коллективные действия людей и объединять их для различных общественных инициатив. Естественно, также повышается и подотчётность, и открытость органов власти от муниципалитетов до федеральных правительств. Всё это также должно быть учтено в повседневной практике органов государственной власти. Третье, о чём хотел бы сказать, это, конечно, прорывы в целом ряде важнейших технологий, включая биомедицину. Сегодня меняется не только социальная реальность, но и открываются новые возможности для укрепления здоровья человека. Когда была презентация, нам показывали основные угрозы, основные страхи, которые почти на рефлекторном уровне озвучиваются человеком. Основной страх – это потерять здоровье, хронические болезни, лекарства. Поэтому мы, конечно, этому должны уделять огромное внимание. Инновации уже позволяют диагностировать болезни на ранних стадиях. Но очевидно, что основные важнейшие решения ещё впереди. И причём эти решения должны будут позволить людям вести активную жизнь, сделать возможными такие технологии не только для обеспеченных людей, но и для самых обычных людей. На это, мне кажется, любое государство, любое правительство обязано обращать самое пристальное внимание. Ну и, наконец, ещё одна тенденция – это глобализация и оцифровка образования. Образование сегодня превратилось в непрерывный процесс. По сути, каждый из нас не прекращает этот процесс в личном качестве. Этим занимаются все, начиная от детей в детских учреждениях и заканчивая различного рода начальниками. Учиться необходимо всю жизнь. Открытые платформы теперь стирают остатки географических границ. Лекции в некогда элитарных университетах, куда стремились попасть и не могли, например, зайти в аудиторию, сейчас стали доступными в результате возможности посмотреть их на экранах компьютеров. Сам процесс обучения становится динамичнее, в нём всё больше игровых элементов. Поэтому традиционная система образования, почему я об этом говорю, а это задача государства, на эти факторы обязана реагировать. Невозможно делать вид, что ничего этого не происходит, что сохраняются классические школы, классические университеты, а всё остальное – это какая-то современная муть, которая не должна приниматься во внимание. Уважаемые участники форума, коллеги, кто-то может сказать, что не всё из перечисленного здесь, вот с этого подиума и с этой трибуны, актуально для нашей страны. У нас действительно страна большая, у неё много регионов, причём эти регионы входят в новый мир на разных скоростях, где-то быстрее, где-то инерция всё-таки сильнее. Но, тем не менее, мы должны всё это учитывать, тем более, что Россия привыкла гордиться своими научными открытиями. Мы знаем немало примеров, когда разработка тех или иных решений оказалась невостребованной, а автор впоследствии вынужден был реализовывать эти идеи в другой стране. Нам, конечно, важно выстроить такую систему, при которой талантливые изобретатели, мы верим, что у нас есть талантливые изобретатели и сегодня люди масштаба Сикорского или Теслы не только могли предлагать новые решения, но и опираться на существующую инфраструктуру поддержки, успешно коммерциализировать их. Но ещё раз подчёркиваю, этим должно заниматься не только государство, тем более, что, опять же, если верить в одну из презентаций, которая только что была, государство в нашей стране и во многих европейских странах в этом плане верят гораздо меньше. Но здесь разность мышления. Действительно интересно то, что в этом плане государство в Китае или в Японии верят больше. Наверное, это и образовательные вопросы, и вопросы традиций, которые так или иначе влияют на нас. Но, тем не менее, учитывать это нужно. Сегодня многие традиционные отрасли меняются под воздействием новых производственных технологий. Некоторые даже стали говорить о подрывном характере отдельных инноваций. В результате их внедрения реально трансформируются рынки, изменяется сам характер конкуренции. Целые секторы экономики, по сути, оказываются за бортом. Это необходимо учитывать, в том числе и в смысле такой большой проблемы, как безработица. Страны-лидеры должны уделять этому повышенное внимание. Способны ли мы на политическом и государственном уровне предвосхитить все эти тенденции? Ответ, конечно, нет. Мы можем их предвосхитить, можем их учитывать лишь частично. Государство должно помочь со средой, сформулировав законы, обеспечив доступ капитала в некоторые особенно важные секторы, типа тех, что я упомянул, здравоохранение, образование, создав специальную инфраструктуру в виде участия в технопарках, обеспечив регулирование рынка труда, поддержку образования. Но комплексно решать все эти задачи, конечно, могут только все участники инновационного процесса. Это прежде всего бизнес, наука, образование и потребители. Один из таких комплексных проектов нашего времени, который мы реализуем в нашей стране, называется «Национальная технологическая инициатива». Она включает в себя систему дорожных карт, объединенных понятием «сеть». Фактически мы пытаемся уловить контуры зарождающихся рынков. Важнейшие направления. И создать условия, при которых российские компании могли бы занять в них достойное место. Буквально на днях утвержден как раз порядок реализации таких карт. Говорю об этом как именно о примере того, где уместно участие государства. Естественно, мы открыты для любого сотрудничества, поскольку в одиночку ни одному государству не под силу решать столь масштабные, столь разнообразные задачи. И, конечно, выигрыш окажется тот, кто может создать наиболее комфортную бизнес-среду, конкурентоспособную юрисдикцию в этом смысле. Конечно, привлекательные условия для жизни тех, кто занимается творчеством. Мы очень хотели бы, чтобы Россия была одним из таких мест. И, конечно, я желаю всем участникам форума хорошей работы, полезных деловых контактов. Спасибо.